В деле Хабаровской пенсионерки-потрошительницы выявили еще два убийства. В деле Хабаровской пенсионерки-потрошительницы выявили еще два убийства. 5.24 фото, с НКИТ поселка Березовка, 80-летняя хабаровская женщина, обвиняемая в расчленении квартиранта. Фото, с НКИТ поселка Березовка. Хабаровск, 1А в КРИА новости. Следователи выявили еще два убийства в деле 80-летней хабаровской женщины, которую ранее обвинили в расчленении Квантеранта, от ее рук погибли соседский ребенок и сожительница, сообщил на пресс-конференцию в четверг исполняющий обязанности руководителя отдела по расследованию особо важных дел Краевого управления СК Илья Фирсов. В конце января в поселке Березовка, микрорайон Хабаровска, были обнаружены останки мужчины. В убийстве расчленения обвинили 80-летнюю женщину, которая сдавала ему комнату. Тогда ряд СМИ публиковал информацию, что женщина была каннибалом, а при задержании раскидала пятерых полицейских, однако СК эту информацию опровергал. 6 апреля, 8 часов. Операция Лиса Полоса, как ловили самого опасного маньяка в СССР. Дело в отношении 80-летней жительницы поселка Березовка по обвинению в убийстве трех лиц, а также надругательство над их телами, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сказал Фирсов. По его словам, с начала расследования велось по останкам мужчины, который работал дворником и снимал комнату у обвиняемой. Однако поздние следователи установили причастность пенсионерки к другим убийствам, которые оставались нераскрытыми много лет, отметил Фирсов. В декабре 2005 года обвиняемая убила 8-летнюю девочку-соседку по подъезду. Между ними произошел конфликт из-за малозначительного повода. Пенсионерка затащила ребенка в квартиру и убила. В марте 2013 года обвиняемая убила свою 77-летнюю знакомую, которая временно проживала в ее квартире. Убийства совершались топором, тело расчленялись и выбрасывались, сказал следователь. Он отметил, что экспертиза признала пенсионерку вменяемой. 10 декабря 2018 года, 8 часов забирая жизни. История самого страшного маньяка России Михаила Попкова. Субтитры создавал DimaTorzok